Представители Госдепа Джен Псаки вновь поймали на слове. В ходе брифинга она эмоционально прокомментировала выступление президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который обвинил Вашингтон в подготовке госпереворота в его стране. Один из корреспондентов напомнил ей о событиях в некоторых странах Латинской Америки, намекая на то, что при участии США в недалеком прошлом там были смещены законно избранные лидеры. Псаки, как обычно, попыталась уйти от ответа на неудобный вопрос, но наткнулась на еще более неудобный. Эти последние обвинения, как и все предыдущие, смехотворны. США в качестве давнего принципа своей политики не поддерживают смену политической власти неконституционным путем. Переход власти должен быть демократическим, конституционным, мирным и легальным. Постойте, о каком давнем принципе вы говорите? Во всяком случае, по отношению к Южной и вообще Латинской Америке это совсем недавняя практика. Это моя точка зрения, Мэтт, без углубления в историю. Смена правительств в начале прошлого года на Украине и последовавшие затем события были неконституционными, но вы поддержали их. Это тоже смехотворно и не соответствует историческим фактам. Не думаю, что имеет смысл вдаваться в историю, но поскольку вы уж представили мне такую возможность, то, как вы знаете, бывший лидер Украины ушел по собственной воле. Попытки журналиста поспорить с очевидным искажением фактов ни к чему не привели, Псаки поспешила сменить тему.